С 1 марта в городской транспортной сети не существует двух троллейбусных маршрутов – 3 и 20-го. Добраться с площади Ластовой до центра города теперь можно на троллейбусе номер 1. 20-ку заменит троллейбус под номером 9А. Единичка будет выходить с Макарова, она будет заходить на улицу рабочую, на Ластовой разворачиваться и двигаться через центр города. То есть совмещаются два троллейбусных маршрута – первый и третий. Это позволит чаще осуществлять эти рейсы и заполняемость троллейбусов будет достаточной для того, чтобы рентабельность поднять этой работы. В планах руководства коммунального предприятия «Севэлектроавтотранс» увеличить количество рейсов на 13 маршруте и пустить его по городскому кольцу. По словам Александра Пахомова, по центру города должен ходить в первую очередь экологически чистый транспорт. Поэтому уже в апреле в Севастополь придет новый троллейбус Минского автозавода. Мы хотим посмотреть, какая же отдача и как, во-первых, население его встретить. Такие троллейбусы, они в Минске используются постоянно, во всех больших городах. У них нет транспорта, которому свыше 7 лет. Я не буду комментировать наш. На один год бюджет принимается, понимаете. А если с кем-то работать, с какими-то предприятиями, то это, естественно, если по таким объемам, как 50-100 троллейбусов, то это за один год никогда не рассчитаешься. По мнению Александра Пахомова, необходимо развивать и морское, и городское сообщение. В планах управления транспорта и связи создание портопунктов, морских остановок в районе бухты Казачьей, бухты Круглой и в районе парка Победы. Также Александр Пахомов отметил, что в Севастополе необходимо создавать автомобильный парк транспорта будущего. 2 марта пройдет презентация нового туристического автобуса Минского автозавода класса Евро-5. Севастопольские перевозчики, по мнению Пахомова, должны заинтересоваться новым видом транспорта. Елизавета Баландина, Борис Стариков, Севенформбюро.